Новороссия. Национально-освободительное движение. Александр Ростовский. Зугресская специальная общеобразовательная школа-интернат номер 31. Гуманитарная помощь от Национально-освободительного движения. Ростовский областной штаб НОД. Александр Ростовский. Позывной НОТАН. Я Белаус Татьяна Александровна. Директор Зугресская специальная общеобразовательная школа-интерната номер 31. Министерство образования и науки Донецкой народной республики. Скажите, а как нацисты здесь отметились? Бомбили? Нам всем, конечно, очень сильно запомнилась дата 13 августа 2014 года. Когда пролетел самолет, пробомбил пляж. Это было в 6 часов вечера 13 августа. Пробомбил пляж. Очень много погибших и детей, взрослых было. Бомбил стадион. Наш учитель физкультуры как раз занимался с детьми. Но с детьми с улицы. Не с нашими, не с интерваловскими детьми. Он был тяжело ранен. Более убитых тоже. Много было, конечно, погибших и раненых. Это был очень черный день в жизни Зугресса. А потом началась и у нас война. Да, тогда за этот самолет была информация. Разведка успела предупредить о взгляде самолета в городе Чигую. Это был фашистский самолет, пилот, который совершал преступный вылет. Его фамилия, имя, что-то известны. Я сейчас точно не припомню, но будьте уверены, эта информация у нас есть. Этот самолет взлетел из города Чигуева и направился на город Харциск. Мы знали о том, чем он вооружен. Мы предупредили об этом Харциск, но до Зугресса информации дойти не успело. Самолет пробомбился по пляжу в городе Зугрессе. И по стадиону. Детей собирали по частям. Это фашистское преступление запомнилось, оно задокументировано. И когда виновные, не только те, кто бросал эти бомбы, но и те, кто отдал этот приказ преступным, когда они будут пойманы, они будут преданы суду и наказаны за свои жестокие преступления. По указке американской преступной хунты, Киевская преступная хунта творит здесь беспредел. Но я вас уверяю, нацистский беспредел всегда заканчивается судом и наказанием. Будет так и в этот раз. Эти дети вырастут в мире, они не будут знать войны. Смирно. Командир отрядов, приготовься и сдай трапор. Третий отряд, равняйся, смирно. Второй отряд, равняйся, смирно. Первый отряд, равняйся, смирно. Товарищ заместитель директора лагеря, наш отряд. Аптимисты. Наш девиз. Друзь и смелый, с аптимизмом, Дай дорогу и образ жизни. На вечернюю леньку построим. Товарищ заместитель директора лагеря, Наш отряд. Все рожки. Наш девиз. Обломаем все рожки, Мы крупнее все рожки. На вечернюю линейку построим. Товарищ заместитель директора лагеря, Наш отряд. Свети, смирно. Наш девиз. Все на свете шлют, Привете, говорят нас, Дружные семьи, смирно. На вечернюю линейку построим. Вольно. Второй отряд, вольно. Первый отряд, вольно. Дорогие ребята, Сегодня у нас, наверное, настолько приятная новость. К нам приехали издалека, Но приехали наши настоящие друзья. Приехали из Ростова И привезли нам гуманитарную помощь. Я сейчас хочу предоставить слово Александру Ростовскому. Он объяснит, С какой целью приехали И что вам привезли. И я думаю, что Самые активные ребята, Которые проявили себя В лагере С хорошей стороны Обязательно в конце смены получат Памятные призы. И каждому ребенку достанется Сладкий приз. А сейчас вам слово, пожалуйста. Дорогие дети Мы приехали к вам Из России Из Российской Федерации Мы привезли вам сладости Мы привезли вам продукты питания Здесь идет война Здесь идет война с фашизмом Вы на сегодняшний день Уже знаете, к сожалению, что такое война Вы ее слышите Ваши родители Ваши бабушки, дедушки Все мы родились в одной великой Большой стране Имя которой Россия Что мы скажем? Россия! 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 Россия!